МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они знали, что триумф в Бельгии стал самым счастливым моментом в их жизни. Родители говорят, что разрыдалась в самый ответственный момент. Для меня это была самая ответственная миссия, которую мне доверили. Мне, естественно, хотелось не подвести и губернатора, и всех жителей, кто ждал этой победы. Поэтому для меня был самый волнительный момент. Когда уже вскрыли конверт, я поняла, что вот она победа. В тот момент я почувствовала, что наконец-то я могу выдохнуть. Это было... Знаете, губернатор сказал, что это самый счастливый день в его жизни. Я могу сказать, что и в моей жизни это тоже был самый счастливый день. На проведение универсиады, по словам чиновников, потребуется около 50 миллиардов рублей. Большая часть этих денег поступит из федерального бюджета. В Красноярске примутся за работу уже через несколько дней. План по подготовке универсиады начнется, будет разрабатываться уже на следующей неделе. Это правда. Это именно так. И он будет касаться не только строительства спортивных сооружений, но именно, прежде всего, социальной инфраструктуры. И возвращаемся к главной теме дня универсиады 2019. За проведение всемирных соревнований именно в нашем городе члены Международной Федерации Студенческого Спорта проголосовали единогласно. Своё решение комиссия ФИСУ озвучила на торжественной церемонии. Свидетелем исторического момента стала наша съёмочная группа. О том, как это было, расскажет Светлана Овсянникова. Пошёл! Си-си-си-си! Это правда! До исторического для Красноярска момента ещё сутки, а парни в Брюсселе, городе, где стоит штаб-квартира Международной Федерации Студенческого Спорта, играют в хоккейной траве и всерьёз думают, что Красноярск — это где-то в Сочи. Я знаю, что это недалеко от Сочи. И в этом городе будут Олимпийские игры. Нет? Зато на следующий день в престижной резиденции бельгийского городка Ла-Юльп недалеко от Брюсселя, о Красноярске знают уже все. Пока члены комиссии Международной Федерации Студенческого Спорта завязывают корпоративные красные галстуки, на входе появляется наша делегация. Всего полминуты в её окружении, и ты будто дома. С одной стороны — министр здравоохранения и министр транспорта края, с другой — губернатор Светалия Мутко на фотосессии с Юлайкой. Встреча нашей делегации с комиссией ФИСУ расписана на целый день. Сначала видеопрезентация, после большой перерыв, вечером — оглашение итогов. За пять минут до церемонии красноярские спортсмены признаются — волнуются. У меня всегда, если я не волнуюсь, мы проиграли. А когда волнуюсь, я спокойно. Сиберия. Внер. Итак, презентация позади. Ждать результатов нам осталось пять часов. Кстати, а вы знали, что бразильская делегация тоже болеет за Красноярск? Бразильцы в похожей ситуации. Столица республики подала заявку на проведение летних всемирных студенческих соревнований в 2019-м. И ее единственный конкурент Будапешт тоже снял свою кандидатуру. Честно, я не знаю о вашем городе многого. Я видел его только здесь, на фотографиях, и понял, что там красиво. И вы любите спорт. И это будет здорово, если зимняя универсиада пройдет у вас, а у нас летняя. И вот исторический момент. После короткого выступления президента ФИСУ зал взрывается аплодисментами. Некоторые не могут сдержать слез радости. Да и сам господин Клод Луи Гальен не скрывает эмоций. В моей стране, как и везде, не принято выступать после президента. Но в Казани все поменялось, когда мистер Путин предоставил мне слово. Тогда и появилось это «Ура! Ура! Ура!». Только никому не говорите об этом. Во-первых, мы выдохнули, все, мы готовы об этом кричать уже, не знаю. Я выдохнул, но я и вдохнул, потому что мы прошли очень тяжелый отвесный путь, но нам предстоит еще более тяжелая дорога. Но я уверен, что с такой командой, с красноярцами, мы возьмем любые высоты. Мы кричать об этом готовы? Я, видите, уже хреблю. Сертификат на право проводить зимнюю универсиаду 2019 сегодня утром. Прилетел в Красноярск из Бельгии вместе с основным составом нашей делегации. Правда, домой пока вернулись не все. Губернатор края Лев Кузнецов остался в Москве улаживать вопросы финансирования, чтобы через 6 лет о Красноярске узнали не только студенты из Бельгии. Светлана Овсянникова, Марат Мухамедшин, 7 канал, Новости 24, Бельгия.